Бета-распад Основные экспериментальные данные по бета-распаду И элементарная теория бета-распада первыми Еще раз повторю Слабое взаимодействие Напишите, что это пункт 11 программы А 10 мы сразу за этим Слабое взаимодействие бета-распад Основные экспериментальные данные по бета-распаду И элементарная теория бета-распада первыми Значит, ну, как такое бета-распад? Это одно из радиоактивных превращений Первый тип, ну, наиболее стандартный Ядро Х ЗА превращается в ядро ядых И при этом налетает их в трон Значит, З у нас увеличивается на единицу Чтобы закон сохранения заряда выполнялся А А остается прежним Благодаря заряд остается прежним Ну, сейчас известно, что нужно приписывать антиэнегрина Ну, давайте вернемся в 30-е годы прошлого столетия Так, когда это явление бета-распад усиленно изучалось Изучалось оно пыльник Изучалось оно паук Изучалось оно, это явление, и, ну, друг с другими Это уже следующее поколение ядерной физики Которая продолжала работу в области радиоактивности Значит, явно говорили, что и гернет, и фридерикс Вот, значит, когда такой процесс возможен? Ясно, что он возможен тогда, когда масса ядра, значит, Х Равна, ну, больше, больше, вернее, равна Масса ядра Y Z плюс 1 на А плюс M0 Значит, это масса ядра Значит, это масса ядра Если мы прибавим по M помножить на Z электродов Сюда еще, да? То тут мы вместо массы ядра X получим массу атома X Значит, мы получим масса атома X ZA А тут, значит, мы прибавим Z электронов сюда И еще один электрончик Вот это Это будет натуральная масса Масса атома Y И без Вот, значит, это необходимое условие Что бы такой Бет-распад мог происходить Это первое Это первое Второе Пример, Джейлокери обнаружил так называемый позитронный бета-распад. Он, значит, в естественном виде ринка встречается. То есть мы будем рассматривать переди радиоактивных превращений, то там позитронного бета-распада мы, в общем-то, и не увидим. А работая с искусственно-радиоактивными веществами, Джейлокери открыл позитронный бета-распад. Так, что второй тип, значит, X, Z, A, его превращается в Y, Z-1A плюс позитронный бета-распад. Вот так. Опять-таки, если мы прибавляем по Z-электронам каждому из этих рариц, в каждой части этих рариц, то мы получим слева, значит, масса атома X, Z, A. Тут ядра, а тут масса атома. будет, должна быть больше массы атома Y, Z-1A, и плюс будет 2M0. Бывает много, потому что тут один позитрон есть, еще надо добавить сюда электрона, значит, удвоя заниматься будет, покоят электрона. Вот при таком условии может происходить бета-распад. Ну и еще один тип бета-активности, это, так называемый, Е-захват. Е-захват. Значит, электроны, значит, вот у нас ядро, вот у нас электронные. Электроны, может быть, захвачены с электронной оболочки в ядро, да? Итак, ядро при этом испытает бета-распад и, значит, ну, вылечит гамма-квант. Значит, этот третий тип мы напишем здесь. Значит, X, Z-A равен Z-1A, это появилось в электроне. Вот, если электрон захватывает без K-оболочки, то это явление называется K-захват. Если электрон охватывается с более отдельной оболочкой, то будет, значит, T-захват, T-захват и T-захват. Вот, значит, если, опять-таки, если мы последствия электронов прибавим, да, то у нас что получится? Нет. Да. То будет тут у нас всех и повседевти. Что мы выполняем всех в «Олочки», то у всех есть «Олочки». Что это было? Мессозь. Да. Что это такое? То что, если бы мы были осовременными логиками, то мы выполняем всех «Олочки». Значит, если мы так-таки по свету электронов прибавим, то мы получим массу, значит, атомат. З100 должна быть больше массы, атомат. Вот такое условие для того, чтобы был возможен ЕЗН2. Значит, основная реакция, которую мы тут рассмотрим с вами, характеризующая бета-распад, заключается в том, что, значит, в ядре обычный, скажем так, бета-распад. У нас джет протонов и аминонитронов. У нас нейтрон в ядре, перегруженный нейтронами, один из нейтронов превращается в протон и спускает электрон. Вот основная реакция. Это, так сказать, если на более элементарном уровне. Представьте, не брать ядра, а брать ядра, состоящие из нейтронов и протонов, и все происходит. Вот один из нейтронов превращается в протон. Для позитронного распада там наоборот. Ядра, перегруженные протонами, там наоборот получается. Протон превращается в электрон плюс позитрон. Это значит, это розы-распад, бета-распад. А это нормальные вещи. Какие же особенные экспериментарные данные? Давайте рассмотрим. Значит, вылетающие электроны носят энергию, значит, следующее. Вылетающие электроны носят энергию. Вот, наверное, здесь цифры. Я их приведу. И в минуту, я просто еще вернусь. Так, значит, рекорды в смысле энергии, то есть, самые большие энергии в этой частице. И самые маленькие энергии. То есть, вот, энергия, значит, 13 и 40 метров. Это, значит, при таком бета-распаде. Это, значит, двор. И 12. Решается в углерод. Плюс электрон. Плюс антиэнергия. А, значит, самая маленькая реакция, самая маленькая энергия, наоборот, это самая маленькая. А, значит, самая большая энергия, это 18 и 61 квадрат. Это для такого реакции. 3D. Сверхтяжелый водород превращается в гелий 2-3. А, значит, электрический запрос серия, и желтый желтый, и спарит нефильный. Вот, значит, предельная энергия. Но это на самом деле нефильный. Эта энергия не бета-частиц. А эта энергия бета-превращения в полную энергию. Вылетает и электрон, и антинетрина. Значит, это суммарно-кинетическая энергия этих двух частиц. Вот так надо это понимать. Ну, блин, ну ладно, да бог с ними. Вот вылетают они с такими энергиями. Но самое удивительное оказалось вот что. Значит, когда бета-расклад писался без антинетрина, вот в таком вот виде, когда еще ничего не было известно, никакого антинетрина не было известно, то вот экспериментаторы, значит, измеряя энергии, получали, значит, здесь N от энергии, а тут, то есть здесь интенсивность вылетающих потолков какой-нибудь энергии, а здесь энергия. Получался вот такой график. График с максимумом, от нуля до E максимум, и максимум этой кривой примерно в области 1,3 E максимум. Вот это оказалось очень странным. Ну, представьте себе. Энергия объекта превращения одна и та же, а электроны вылетают с энергией от нуля до максимальной. это показалось очень странным. Это действительно, ну, оказалось странным. Кроме того, еще, значит, одно. Но, вот, если мы возьмем нам эту реакцию, не пишем здесь антинетрина, то здесь с моментом импульса, закон цифрования момента импульса не выполняется. А это абсолютный закон, он должен выполняться. Почему? Значит, если А четно, то слева момент импульса целочисленный обязательно. Нуклоны имеют, и протоны, и нейтроны имеют спин полуцелый. Если целое четное число полтинника, вы получите целое число рублей. Значит, целое число рублей здесь. Здесь целое число рублей, а четное. А вот эта частичка уносит полуцелую величину. Значит, получается, что целочисленный момент импульса равен полуцелому. Этого быть не может. На конце момента импульса здесь тоже как будто бы нарушается. То же самое у вас получится, если А не четко. И вот это все вместе взятое. Значит, Паули это все исследовал. Он пришел к выводу, что обязательно должна быть еще одна нейтральная частица. Как он ее назвал? Маленький нейтрончик, маленький нейтрон. А Фермиги, так сказать, назвал ее нейтрино. Уменьшительная нейтрона. Нейтрон это нейтрон, а нейтрино по итальянски это маленький нейтрон. И вот впервые, так сказать, по предложению Паули стали писать эту реакцию вот так. А дальше не ясно было, анти-нейтрин или нейтрин. Это уже потом установили, что это анти-нейтрин оказывается. Вот. Ну и, значит, Паули бы такую гипотезу не сказал. А Фермиг дал первую, так сказать, элементарную теорию в этой раскладе. Вот эту теорию я вам сейчас и расскажу. Согласно квантовеханики, согласно теории квантовеханических переходов, то есть вероятность перехода системы из состояния И в состояние Ка будет равна 2I на H. Тут модуль квадрата матрищного элемента, значит, Ка. Ка это набор квантовых чисел конечного состояния. Тут будет, значит, H взаимодействия, оператор взаимодействия, и модуль квадрата этого матрищного элемента. Модуль квадрата матрищного элемента перехода из И в состояние Ка помножить на ρe. ρ, это значит ρe, это dn, вот e. Значит, число квадратомеханических состояний dn, это количество штук, приходящихся на единичный интервал энергии. Вот что такое ρe. Значит, то есть здесь два множика. Первый множек и второй. Модуль квадрата матрищного элемента вероятности перехода. Так вот, нам важно, как это все от энергии зависит. Оказывается, вот этот первый множек, он фактически от энергии не зависит. Вот. И не зависит. А он дает в матрище, он дает правила отбора по спину. Вот как меняется спин ядра при бета распаде. Значит, вот в теории Герми, значит, по Герми, дельта спин правильный друг. Русское правило отбора. А в теории Гамма-Модельнера, там более мягкие правила отбора. Вот. Ну вот мы будем, так сказать, исследовать работу в теории Герми. Там это будет все попроще. Вот. В чем дело мы с вами получим. Гамма-Модельнера, Георгий Гамма-Модельнера, наш соотечественник советский филе, который, значит, первый объяснил этот распад, и это мы с вами будем проходить, который, значит, настажировка была на границу в 30-х годах, и там остался. Мессикс. Ландау там, еще кое с ним. Ну, Ландау вернулся, а Гамма-Модельнера, а Тейлер – это отец водородной бомбы. Отец водородной бомбы. Днем на садок. Это физик венгерского происхождения Эдвард Тейлер. Ну, фамилия Тейлер по-немецки стоял там. Вот, значит, итак, нам важно вот этот рог отъедности. Вот это самое главное. Вот, и здесь я вынужден вам рассказывать элементы квантовой статистики, которые будут в квантовой механике вам более подробно рассказывать. Ну, что такое ДН-Модельнер? Значит, это количество кванно-эмганических состояний при конячестве на их низкий интервал ДН. Значит, вот у нас вылетели электрон и антинетрина. И вот сколько там состояний приходится на единичный интервал энергии. Вот это величину нам надо найти. Ну, во-первых, давайте вот что. Значит, объем квантово-механического состояния. Группа говорит квантово-механической квартирки, в которой может находиться одна частица. Меньшего объема, в меньшем объеме она находиться не может. Значит, это по соотношению неточности это будет 2p, 2p, 2p в кубик. Тут, значит, вот это соотношение, это 2p, это произведение 2p и это произведение 2p. Но у нас вылетает две частицы. Значит, у нас два квантово-механических состояний было. И вот, например, этот объем квантово-механической квартиры, так сказать, на двоих, на электронный антиметринах, мы можем написать как? Да, в кубе, в кубе. В кубе, в кубе. В кубе, конечно, в кубе. В кубе, конечно, в кубе. А я сказал-то в кубе, да? А написал-то в квадрате, ну, как 60, как положено. Если я не буду ошибаться, знаете, как один мой смысл, он очень сильно играл в шаг, вот этот, ну, иногда проиграл. И он, значит, говорит, да, если я буду всегда видеть, возникнут слухи о моем божественном происхождении. Ну, так и я. Никаких там божественных происхождений, мне не ошибаюсь. Так, значит, здесь мы должны написать и для электрона, и для антиметрина. Для электрона мы напишем без всяких индексов. Это у нас, давайте будем считать, что это у нас для электрона. А, значит, для антиметрина мы будем антиметрины, значок нейтрина ставить. я устану в тильду, хоть как в это все не буду ставить. У нас получится. Дельца икс. Дельца икс. Дельца икс. Дельца икс. Дальше. Дельца икс. Антиметрина. Дельца икс. Дельца икс. Антиметрина. Дельца икс. Дельца икс. Да, я не пишу тильд. Вот это будет 2πH уже в шестой черепе. Вот. Теперь, если нас совершенно не интересует, где, в каком месте ядра произошел бета-распад, то мы можем дельтой, 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 дельтой положить объему ядра. Значит, дельта X, дельта Y, дельта X, 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 д квадрат объема ядра это естественно положение и тогда у нас немножко будет попроще вместо 12 эти дыр останутся 6 у нас получится в квадрат в квадрат в квадрат динкер в x динкер в y динкер в z Это PX нейтрина, это B, Y нейтрина, это P, Z нейтрина, 2H, 6, вот. То есть мы от фазового пространства, для каждой частицы, то у нас было шестимерное пространство. Фазовый пространство это пространство, в котором мы отмечаем три координаты и три компоненты. Шестимерное такое пространство. В статистике такое шестимерное пространство используется. У нас будет два обычных пространства, пространство, пространство, пространство. Значит, это объем, минимальный объем в этом конечном состоянии. Для электронов и антинитрирования. И чтобы нам найти, значит, найти вот это самое ОРО, что мы должны сделать? Значит, мы весь объем фазовый, весь объем фазовый, занимая мы частицами электронного антинитрина, вылетевшим из нитра, мы должны поделить вот на этот объем. Если мы будем работать пространство инкурса, значит, вот я тоже могу записать вот таким образом. Когда полный объем, значит, который занимают частицы, давайте так напишем, В пространство инкурса, это будет, значит, мы должны взять инфекрал ОДПХ, ДПХ, ДПЗ, инфекрал ДПХ, антинитрина, проинтегрировать по всем возможным импульсам, которые у нас тут, об этом еще будет речь и много позже. И вот если я поделю вот на этот, на минимальный объем, минимальный объем, на странстве инкурса, вот если я поделю вот на этот минимальный объем, я получу 3-5, правильно? Количество квартир. Количество квартир. Делить, значит, будет, да, берите... Делить, значит, будет, да, берите... Делать, значит, будет, да, берите... Два, три, аж... Чистой, а вверх и, в отриаре, перейдем в чешевики, так? Пора перерыв сделать, пожалуйста, так? Делаем перерыв. Продолжение следует...